В Ульяновской области создан необычный прецедент. На территории заповедника Родина Ленина вырос трёхэтажный дом, на вид, напоминающий клубную серию. Насколько это законно и что по этому поводу думают все затронутые в данной ситуации стороны в нашем следующем материале? Этот дом по улице Льва Толстого, 65, на территории музея заповедника Родина Ленина появился лет 10 назад. Правда, тогда было построено всего два этажа. И у той застройки своя история обмана, а у нашей сейчас совсем другая. И так, в прошлом году администрация заповедника дала добро на строительство здесь небольшого частного дома с соблюдением всех местных архитектурных норм. Разрешение на строительство этого дома получалось как на строительство индивидуального жилого дома. И к этим документам был приложен проект, который в принципе музей заповедника Родины Ленина устраивал. Потому что он сохранял исторический дом, который не являлся памятником, но тем не менее был очень важным элементом исторической застройки этой улицы. И небольшой объем, двухэтажный, обшитый деревом, пристраивался к этому дому. Однако новый владелец строительной компании надстроил зданию третий этаж. И строение стало походить на многоквартирный клубный дом. Такой поворот событий в корне не устроил администрацию заповедника. Она обратилась в арбитражный суд Ульяновской области и проиграла. Подала апелляцию и вновь такой же результат. Тогда прокуратура Ульяновской области направила кассационную жалобу в арбитражный суд уже Приволжского федерального округа. А вот он отменил все предыдущие решения своих коллег и вернул им же на пересмотр. Причина нет строительно-технической экспертизы, что дом многоквартирный, не учтена охранная зона и тому подобное. У музейщиков и прокуратуры появился шанс все же отстоять свои позиции в региональном суде. Прокуратура Ульяновской области считает, что подобное строительство недопустимо, поскольку оно ведется в зоне охраны объектов культурного наследия. Позиция прокуратуры области остается прежней. Мы будем добиваться сноса незаконно возведенного объекта и освобождения земельного участка. У застройщиков, в свою очередь, собственное видение ситуации. На руках есть все необходимые документы. На владение помещением, на ведение строительных работ. Все говорят о том, что здесь будет клубный дом. На самом деле у нас индивидуальный жилой дом, мы строим индивидуальный жилой дом, мы сдаем в эксплуатацию индивидуальный жилой дом. Клубного дома здесь не будет, строить мы его не хотим. Да, у нас есть в планах поменять назначение после сдачи в эксплуатацию, но мы хотим здесь сделать медицинский центр. В процессе мы подумали, что будет лучше здесь сделать медицинский центр. Здание Раздора как раз находится напротив одной из детских больниц. Как повлияет смена назначения строения на развитие событий в этой истории, пока трудно предположить, но мы будем следить за этим.